Сегодня я хочу поговорить с вами на очень важную тему, опять же, про персонал и про его отношения. И опять эта тема подсказана вами, это ваши запросы на консультациях. Звучит она примерно так. Почему сотрудники остывают? Первые несколько месяцев, иногда полгода, иногда год, они полны энтузиазма, брыжут новыми идеями, инициативами, а потом постепенно успокаиваются и только кивают. Вам знакома такая ситуация? Давайте попробуем разобраться. Меня зовут Алексей Капуста, я консультант более чем 20-летним стажем, последние 12 из которых я провел в качестве регионального директора консалтинговой компании Институт Одизиса. Вместе с командой консультантов я внедрял изменения в компаниях у 25 до 25 тысяч человек в разных странах мира, а еще я автор этой книги «Методология Одизиса. Реальный опыт внедрения», которое вышло из издательства МИФ. Если вы интересуетесь темами личной эффективности, развития собственного бизнеса, тогда подпишитесь на этот канал, чтобы не пропускать новые полезные видео. Прежде чем поговорить с вами о некоторых причинах, я хочу обратить ваше внимание на важнейшую мысль. Остывание сотрудников всегда носит системный характер. Это значит, что речь идет не об одном случае, а о системе. Если случай только один, можно не сильно напрягаться, а вот если больше, чем один, тогда уже стоит. Так вот, чтобы избавиться от этого и повернуть тенденцию спять, придется перестраивать систему, а не применять точечное воздействие. В конце видео я вернусь к этой мысли и расскажу, как действовать. Ну а пока давайте коснемся некоторых из возможных причин. В этом сюжете мы будем говорить про чувства. И тут вам нужно согласиться, что чувства – это валюта, определяющая ваши взаимоотношения с персоналом. Не рациональность, а именно чувства. Объясню на примитивном примере. Если ваш сотрудник имеет конкурентную зарплату, прекрасный офис и соцпакет, но приходя на работу и уходя с работы, он чувствует, что его не ценят, то он либо уйдет, либо будет потухшим, что в методологии Адизиса называется «мертвый пень». И то, и другое для вас крайне нежелательно. Поэтому давайте сегодня поговорим именно о чувствах, которые превращают сотрудника в мертвого пня. Первое деструктивное чувство – это чувство несправедливости. Обобщенно его можно описать так. Я давал этой компании все, а она мне ничего. Или чуть смягчая. Я долго делал для компании сильно больше, чем она для меня. И теперь это пора прекратить. Чувство несправедливости может рождаться по миллиону разных причин. При этом большинство из них будут не слишком рациональны. Один из классических примеров – зависть. Если сотрудник видит, что его коллега больше, чем он, обласкан вниманием компании, включая финансовые стимулы, это рождает чувство зависти, перерастающее в чувство несправедливости. Если сотрудник считает, что кто-то продвигается по карьерной лестнице быстрее, чем он, у него рождается чувство зависти, перерастающее в чувство несправедливости. И таких причин может быть уйма. Второе важное чувство, заставляющее гаснуть глаза ваших сотрудников – это чувство невостребованности. Это когда сотрудник выходит с различными инициативами, а инициатива уходит куда-то в песок. Зачастую эти инициативы действительно недостойны воплощения в жизнь, но иногда наоборот. Они более чем стоящие, но тоже не воплощаются в жизнь почему-то. Тут следует понимать, что чем компания старше и больше, тем сложнее с инновациями и с инициативами, то есть отчасти это объективный процесс, хоть и со знаком минус. Третья крайне распространенная причина угасания – слабый линейный менеджмент. Это я так красиво выразился, а если спросить у самого сотрудника, то он обозначит проблему примерно так. Мой непосредственный руководитель – кретин. Сотрудник может быть прав, а может быть нет, но когда он носит в себе это убеждение, это тоже сильно гасит его энтузиазм. Итого я привел только три явления, которые часто встречаются практически во всех коллективах и которые крайне деструктивно влияют на бизнес. Если поставить себе задачу перечислить все, то этот список будет стремиться к бесконечности. Поэтому давайте сразу перейдем к вопросу. А что делать? Как оздоравливать эту атмосферу, желательно системно? Начнем с того, что вам очень нужен такой себе клапан выпуска пара. Знаете, как в скороварке, когда давление достигает определенного уровня, открывается клапан, часть пара выходит наружу, давление спадает и блюдо продолжает готовиться. При этом этот клапан должен работать безотказно, иначе внутреннее давление спровоцирует взрыв. Есть несколько способов устроить себе такой клапан. Первый – это постоянный HR, исполняющий функции психолога. Это очень распространенный способ, но зачастую не очень эффективный. Во-первых, если человек работает внутри структуры, люди постепенно перестают ему доверять и не говорят правду о своих чувствах. Во-вторых, такая работа для самого HR слишком стрессовая и сильно отвлекает его от других задач. Поэтому многие пользуются сторонним специалистом, зачастую это даже не HR, а дипломированный психолог. Это решение лучше, но тоже не лишено определенных минусов. Психолог в состоянии отработать некоторые конфликты и пригасить некоторые чувства, но он не способен решить те глубинные проблемы, которые эти чувства порождают. Психолог не может уволить кретина начальника или сделать так, чтобы хотя бы часть инициатив воплощалась в жизнь. И тут мы подходим к самому сильному инструменту, который разработан внутри методологии, и он называется связка диагностики и работы проектных команд, или синертима. Вот как это работает. Представьте себе, что раз в определенный период вы проводите некое диагностическое мероприятие, на котором люди каким-то чудесным образом говорят открыто о своих чувствах и о своих проблемах. Представьте себе, что эти проблемы фиксируются письменно, анализируются, упорядочиваются и по мере приоритетности решаются. При этом представьте себе, что в решении этих проблем принимает участие не первое лицо компании, а группа коллег, зачастую включая того, кто эту проблему и заявил. Этот механизм на голову превосходит два выше обозначенных работ, у HR и психолога, потому что он предусматривает и выпуск пара, и создание общего информационного поля, и главное, системную работу с самими проблемами, которые порождают весь этот эмоциональный деструктив. Маленький пример, чтобы вы понимали, о чем я говорю и как это работает. Возьмем нашего инициативного сотрудника, чьи инициативы не поддерживаются. Он на диагностике не заявит эту проблему в такой форме, а скажет примерно так. В нашей компании нет механизма анализа, отбора и внедрения в жизнь РАЦ-предложений. Окей, проблема зафиксирована, проектная группа отработала, механизм создан. Теперь, дорогой мой, пожалуйста, сделай раз, сделай два, сделай три, и твоя инициатива точно будет рассмотрена, оценена и может быть внедрена в жизнь, если она того стоит, а в результате ты еще и награду получишь. Понимаете, в чем разница? Механизм диагностики, проектная группа решает проблемы на системном уровне, а не на уровне успокоения отдельных индивидуумов. Означает ли это, что сотрудники перестанут судачить в курилках, поносить начальство и завидовать друг другу? Отнюдь нет. Так устроен человек и еще не придумана методология, чтобы его переделать. Но, когда сотрудник придет домой и начнет размышлять о своих чувствах, о неудовлетворении, о несправедливости и так далее, у него обязательно включится та часть мозга, которая отвечает за рациональность. И она скажет ему, погоди-ка, а заявлял ли ты об этой проблеме на диагностике? А вот помнишь, ты заявил полгода назад, все решили, хоть ты, может быть, в это и не верил. Эта связка диагностика и работа проектных команд лишь один из нескольких элементов нормализации атмосферы в коллективе и создания того, что мы называем культура взаимного уважения и доверия. Но даже этот компонент способен значительно повысить эффективность работы компании. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, дорогой мой зритель, знакомы ли вам те явления, о которых я сейчас говорю, и насколько лично ваши глаза горят на работе. А я тем временем напомню, что если вам интересно обсудить со мной развитие вашего бизнеса, вашей карьеры или ваше личное развитие, или же вы хотите узнать больше о работе именно этих инструментов, о которых я рассказал в этом видео, или, может быть, вы даже захотите внедрить их в свои компании, то можете записаться ко мне на консультацию по ссылке в описании к этому видео. А если вам понравился этот ролик, то наградите его лайком, и чтобы получать уведомления о новых, еще более интересных, а главное, полезных видео на этом канале, кликните на кнопку подписаться и обязательно на колокольчик. Ну а прежде чем попрощаться, я рекомендую вам посмотреть вот это видео, в нем я более подробно объясняю механику инструмента диагностика.